а обратно то мы и не увидим какая милая собачка какая милая пасторальная картина очередной раз мне повезло написал один из зрителей пригласил посетить расселенную коммуналку ну как же я же мог отказаться такого приглашения тем более там будущее ряд суплементов вам поснимем закуток счастья то сегодня вы увидите наконец куда смотрят эти окна которые смотрят в стену значит вот наш замечательный гость представьте пожалуйста меня зовут игорь это вот твоя квартира добро пожаловать да сейчас мы игорю чуть-чуть буквально микрофон поправим вот на эту сторону чтобы раз на эту сторону так значит мы заходим и вот тут у нас даже покажи вот тут у даниил такая штучка игорь нам показывает эти двери еще с тех времен год вообще постройки 1914 этого дома поскольку это петроградская сторона тогда петербургская 14 уже была петроградская то соответственно эпоха модерна самом разгаре тут у нас первая комната причем судя по всему она изначально и была отдельной комнатой да вот здесь есть воздуховод то есть скорее всего здесь стояла какая-то печка небольшая очень часто вот в таких комнатах при входе жили всякие там привратники или еще что-нибудь то есть их задача была встречать гостей шубы галоши обязательно калоши да потому что без них куда это все оставалось оставлялась прихожей и дальше например если здесь принимал какой-нибудь доктор юрист или еще кто-нибудь люди же проходили и ждали то есть соответственно возможно но я предполагаю на двери так понимаю еще с тех времен потому что увидите шуруп это с прямой резьбой не крестообразные потому что с крестообразными была проблема давай пойдем вот с этой стороны начнем на а вот это уже похоже на жилую комнату барскую господскую смотрите какая здесь и замечательный изразцовая печь такая прекрасная сохранившиеся немного пострадавшие но ничего страшного кстати на самом деле если воздуховод работает она печь все рабочие тут уже приходили трубочисты они прочистили все вент-каналы выгребли всю залу поэтому говорят что еще лет на сто точно а как ты вот вообще ну то есть ты собираешься просто оставить и как и декоративные элементы ли вы я уж не думаю что я буду топить вместо батареи отопления я надеюсь что отопление буду работать отступит нормально но если что у меня есть на запасной план вот посмотрите на чудесную лепнину наверху она конечно вся замазана перри замазанная но все равно сохранившиеся в своем изначальном виде и обратите внимание вот там вот в эти это такие аллюзии все время на геральдические отсылки там тоже шурупы торчат что-то было подвешено так вот красиво проведена у нас люстра вот там кстати вент окошко сохранившиеся нужно как раз на печной тяги вот смотрите видите с той стороны как раз у нас виден закуток счастья сейчас там до него покажешь вот и мы вам покажем сейчас тоже закуток счастья только изнутри вообще вот этот закуток да это собственно окна с лестницы парадный вот паркет родненький паркет чё с полом планируешь делать ну и я не думаю мне для не настолько много денег что здесь все восстановить посмотрите как вот ли вот я постоянно как какой чудесный цвет у нас любили красить плинтус и вот в такой красивый коричневый цвет конечно никаких открытых дверей здесь не было когда дверь это ты скрыл да 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 резко есть видите в кому в эпоху коммунальной квартиры соответственно заходишь и у каждого своя комната на самом деле это анфиладная история абсолютно типичная распространенная все времена вот кстати обратите внимание какая прелесть это такой змеиный хвост шикардос окна я постараюсь восстановить но что из этого получится посмотрим а вот эркер вот это собственно главная прелесть эркеров то что вы заходите сюда час мы оператора пустим и можете посмотреть соответственно налево направо то есть повышается световая площадь вообще квартиры и это конечно очень круто то есть вот сюда можно стать так с утра с чашечкой кофе и вот глядеть на мир вокруг тебя вот там башня виднеется дома замечательного тут кстати пресса из тридцатых которые как раз заложены двери ты смотри-ка ты посмотри в конце 30 безраздельная дорерия непоколебимую преданность партии ленина сталина демонстрируют ленинградские пролетарии еще киров слава тебе господи жив да здравствует пролетарская диктатура к вопросу о том была ли у нас диктатура в стране вот вам пожалуйста краснопутиловцы выбирают свой совет 14 декабря 1934 года ты прикинь это вот буквально накануне нет или накануне когда же кирова то у нас чпокнули извините забыл краснопутиловцы выбрали товарища кирова постоянным почетным членом ленинградского совета да огурчики помидорчики убили кирова в коридорчики суши очень интересно обалдеть светлый а вот ну да конечно же не смотрю просто декабрь же светлый образ товарища кирова всегда будет вдохновлять нас великой борьбе кировский наказ заказ завод имени сталина и так далее так далее да это очень интересно давайте мы тут еще немножко копнем что у нас тут еще ой калинин калинин прения по докладу товарища молодого об изменении советской конституции первая сессия цик нас накануне всесоюзного съезда видите смотрите как писали еще съезда колхозников ударников речь товарищи гололеда о какая прелесть вы посмотрите вот этот вот персонаж скоро пойдет в расход и года где у нас и года не могу узнать его он тоже пойдет нет ну написаны и года учета я его не узнаю здесь да это носок литвинов в общем люди сидят еще не знает что их ждет до буквально и светлое время микоян останется хорошо останется но три кого я узнала и года у нас да ну ладно не будем отвлекаться на эти светлые радостные мысли в общем вот этими как раз газетами была заложена дверь то есть я думаю что как раз в район там три брата года видимо данные за комнаты перегораживались а вот с этой стороны тут было заложено какими-то ватт никами то ли ваттой и шинелью прям целая такая но как сцена подгнившая такая шинель не в шашины обратите внимание здесь уже вот это кстати уже модерн модерн то есть вот в классической теме не могло быть вот таких отсылок к меандру ну то есть прямоугольных на то есть тут обязательно должно было быть что-то такое завитушечками а вот видите какой здесь уже пошел рисунок то есть вот это чисто классическая история а вот это уже намек на такой чистый 20 век прекрасно очередная печь сохранившаяся то есть эти в каждой комнате по печке соответственно их топили топили только днем вечером поздним и ночью было запрещено были противопожарные у нас меры приняты вот дранка наша любимая посмотрите да опять таки очередной 56 раз вам рассказываю из чего эти дома состоят и показываю в этом доме кстати стальные балки в перекрытиях так что он относительно посовременно ну да 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 это ну четырнадцатый год уж пора да ну а тут я смотрю владелец куда заморочился по красивым красоту до красивым гипроком все заши вот у него был даже такой полу полу вставной шкаф ведь это такое было освещение в этой комнате кстати дверь была прям вообще капитально заделано вот эти вот доски ими было все заколочено а под ним было что над ними точнее была штукатурка ну понятно пришлось работать совершенно круто но окно здесь тоже вот вставили на такое металлопластик интересно кстати вот этот часть дома напротив мне рассказали жильцы что вроде как все вот эти этажи кроме первых где стоматологии они выкуплены одним человеком и вроде как он хочет сделать там люкс ремонт и сдавать эти квартиры там на долгий срок на честно говоря бизнеса те затея на мой взгляд так себя ну не знаю что получится ремонт там идет ручка смотрим очень не шатко-невалко вниз вклад в недвижимость один из самых надежных и проверенных в нашей стране вот кстати опять таки посмотрите окошки иногда когда я вожу экскурсии мы видим такие узкие окошки вот видите узкое окошко в коридор лучше это в конце да лучше все да тут у нас трубопроводы выявился видите пищеварной до дымоходы трубопроводы ну вот так выглядел коммунальный сортир то есть вот сюда представляете ходили всей квартирой в этот один коммунальная ванна выглядела да сейчас мы сейчас мы посмотрим на канал на коммунальную ванну о как я вспоминаю это все можно немножко после газеток надо не крыто всего она хотел сполоснуть после газета конча страшно я потерплю ну зайди сюда ощути этот эту прелесть замечательную вот тут кстати световое окошко тоже наверху заделали на какая красота я так полагаю что вот это на самом деле скорее всего в таком состоянии пребывала починив да я починил я 6 разряд по починке всяко отслаивающийся хиро не в коммунальной квартире вот там смотри это же потолок видишь как красиво все здесь вот там в первой комнате я срезал как раз натяжной потолок чтобы посмотреть что сейчас мы туда вернемся выходи даниил из этого прекрасного пространства традиционный элемент любой не только коммунально вообще советской квартиры антресоль туда закидал всякого и дерьмище которая пылилась там потом годами какая замечательная атмосфера тут на самом деле стоит обратить внимание или же жили люди с выдумкой потому что вообще эта система скажем так британская когда горячая вода отдельно холодная отдельно но в британии обычно общая раковина где горячая и холодная вода смешиваются здесь видимо даже знаешь что предлагалось выдумщики не трогать температура это у нас ребята газовая колонка потому что я постоянно говорю об этом на петроградке очень с центральным отоплением беды вот вот чудесный вид ведь вы смотрите из кухни на трубу собственно отсюда то наверное может быть особо никто ошибкой не старался никуда глядеть да а вот у нас закуток счастья чудесный вот окно из кухни и скоро вы увидите окно в стену вот тут кстати холодильник тоже да это причем вот это еще задумка родная дореволюционная потому что это кухня и вот он черный вход давайте мы туда выйдем видите какая нанотехнологии ой вот она черная лестница очень сильно отличается от парадной лестнице и мы вам ее покажем да ну дам поднимся покажем куда она выходят окнами тебе будет приятно данья вот эта надпись диджей да не видишь как красиво life is really hard я готов верить кстати на самом деле отсюда очень неплохой видец открывается ведь это правда на соответственно эти черная лестница со двора откуда белая чистая господская лестница вам покажем пойдем обратно там за дверью кстати говоря наверно тоже еще сохранились остатки вот это я так понимаю да да ты вы смотрите ка это вот такой как это мусоропровод еще заходим посмотреть видимо какой номер квартиры 35 35 вот эти здесь 35 номер и там 35 а бывает что там 35 например а здесь могут быть я не знаю 48 если проходила перепланировка закрываем надежный крюк так пойдем вот здесь обычно вот эта комната она была для кухарки для соответственно еще кого-нибудь и вот поэтому тут особо не надо было париться вот он ребята тот самый вид стену да про который я постоянно говорю такое я его показываю с улицы и вот вы его наконец видите изнутри зато это все компенсируется красивыми цветочками конечно вообще если представить что эта дверь закрыта действительно тут совсем безрадостно да но я еще раз хочу сказать что вот эта комната она обычно для прислуги для тех кто готовил пищу вот для них и они же поднимались оттуда вот они ну собственно раз рассказывал то есть мясо зелень вот это все она все вот с этой черной лестнице заносилась а уже с чистой лестнице заходили другие люди вот и поскольку видите но даже здесь вот несмотря на то что это уже господское помещение тем не менее вот иди сюда посмотреть тут тоже у нас все таки отчасти вид стен но он уже не такой сумрачный но бывает истории когда вот это вот часть она залезает там аж на 5 осей до оконных вот здесь смотрите какой интересный рельеф на потолке опять-таки начала 20 века видите вот это геометрия то есть на самом деле вот смотрите уберите вот эти вот всякие там цветочки смехуёчка и прочее прочее простите на французский и вот эту вот историю в пиндюрите сюда тоже какую-то геометру это вам уже вполне такой ну супрематизм это правда идет разрез с логикой функционализм потому что не надо никаких украшательств но тем не менее вот очередная у нас печь причем надо обратить внимание заморачиваться как везде плитка разноцветная если секрет почем почем товар в 2019 году эта квартира стоила 12 800 а сколько и в метраж 160 ну за 12 800 160 метров в новом доме вы двухкомнатная квартира по нынешнему благодаря квартира до причем живые ипотеки у нас же метр теперь по 200 обычного новостройки и причем это в таком месте что мама не говорю я тут посмотрите какой виду к там у нас большой проспект второградской стороны вот идет ну понятно что сюда надо будет ложиться в ремонт но мне кажется мне кажется все равно это очень круто конечно же мы смогли стать даже не знаю вот этот не веришь на родной такой ну это да это скорее всего уже сюда вставили те прекрасные жители которые тут обитали ну вот собственно что я вам хочу сказать а вот уже газета правда смотрите это уже восемьдесят восьмой год это те самые запасы с антресоли запасы с антресоли то есть это же другая эпоха это уже у нас перестройка вовсю идет по труду и блага центральном комитете кубка кпсс видите знакомство в пользу экспорта наконец-то контракты контакты контракт эту сеть и начали появляться новые слова контракт где в советском союзе такое слово тогда был договор вот возвращая имена годы перестройки разбудили необычный интерес к истории как неожиданно да прикиньте в том числе и на историком самого появляется все больше новых фактов но и белых пятен по-прежнему много естественно наше желание лучше знать чем жил комсомол себе 70 лет да какой шок вообще из испытала вся весь народ наш советский на тот момент еще когда вот это все на него вылилось огромной волной улица без хозяина дежурный репортеру смотрите как раньше было еще еще до эпоху интернета дежурный репортера можете звонить и сообщать ему всякие новости что очень интересный конечно театр оперы и балета имени кирова ныне мариинский а вот кстати где-то располагалось тоже очень забавно смотрите это у нас лен из дат ленинград фонтанки 59 сейчас это бизнес-центр да и когда у меня была экскурсия по опрашке мы выходили я показывал этот бизнес-центр там снималось несколько сцен фильма бандитский сериал монетский петербург ну что я хочу сказать большое спасибо мы сейчас пожелаем успехов я считаю чудесное прекрасное приобретение вам то есть семейный человек довольно вам тут будет чудесно счастье счастье здоровье хотим пожелать вашей семье но очень клевое семейное гнездо я считаю в хорошем месте с хорошими потолками с хорошим потенциалом на хорошем этаже в общем все зашибись теперь главное чтобы тебя хватило энергии сделать ремонт на что ремонт это это конечно ужас до понадобится на понадобится надежный прораб обращаюсь у меня есть я уже на эти грабли наступал четыре раза ну а мы сейчас делаем кат и будем продолжать уже с той стороны так но мы так сказать покинули гостеприимный дом обратите внимание вот на эти штуки вот видели такая ниша идет прерывается рисунок вам там сейчас покажем внизу оставшийся раритет возможно здесь были какие-то хранилища чего мы не знаем каких-то подсобных штук вот мне очень нравится как сделан этот номер видите основательно из камня и очень красивый звонок ну а вот так коммунальная квартира которая теперь уже не коммунальная да благодаря усилиям нашего замечательного хозяина вот видите ивановы вихрьевы крылов глубио большаков у каждого свой звоночек но зато окна поменены на красивый металлопластик вот тоже прекрасная дверь вот о чем я вас хочу спросить вот об этом видите ниша явно функциональная да то есть предназначалась для хладки для хранения определенных вещей каких непонятных вот очередная красота видите петербургской вот эти вот провода которые висят в свободном полете ну или вот вот эти вот все коробки соединительные здесь явно был где-то камин раньше ну не камин печь потому что эти все отапливались как правило парадные подъезды эту дверь поставлена буквально 2019 году выходим с первого раза не откроешь вот мы вышли на большой проспект собственно номер 2224 сейчас зайдем во двор чтобы показать вам сад то о чем шла речь там внутри теперь уже снаружи вот видите какие дивные закутки это конкретно не только закуток который нас интересует да а вот это вот это вот это вот это скорее всего какие-то бывшие дворницкие мы это вот туда к сожалению не попадем потому что наш закуток на той стороне мы в туз мы в ту сторону смотрели они смогу и попадем вот насколько я помню вот здесь вот вот видите идут окна соответственно бывших вот этих вот комнат для прислуги а это уже господские окна это видно видно по конфигурации ну и вот соответственно так вот они смотрят а вот это вот окно помните я вам показывал это как раз из коридорщика такое узкое окно проделано и вот сюда открывался чудесный вид 10 летом очень хорошо здесь ну зеленые дворы на петроградке растет плющ жители ухаживают за своими прекрасными растениями вот там вот мы с вами были пойдемте теперь в тот двор сходим вот вам пожалуйста да типичная история лестница 1 2 30 28 36 пропуск потому что это черные лестницы на самом деле и черная лестница идет и здесь вот квартира 35 есть всех остальных видите уже нет потому что они просто замуровали свои входы а вы раз вы размуровались отлично мы просто как раз были нам показали расселенную коммуналку мы снимали там сюжет вот на получается раз два на два этажа выше вас а вы тоже живете здесь да 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 вот по вашей же точно такая же квартира как у вас только на 35 квартиры ну так ну вот не не ну раз два три 4 5 5 извините 5 этаж да да не ну просто такая же квартира как у вас но она еще только расселена она без ремонта пока вот сейчас они будут нет мы уже купили все что надо мы просто снимаем экскурсии по петербургу и нас приглашает иногда в такие вот объекты где мы там еще не было ремонта поэтому это в этом и весь и прикол нам показывали газеты которые были между вы делали в это сквозную анфиладную историю вы восстанавливали же да ну то есть я знаю просто извините за вопрос вы здесь изначально живете ли вы купили квартиру а она была коммунальной да а ну вам проще а там она была коммунальной мы пришлось восстанавливать прежнюю конфигурацию квартиры потому что она вся была разделена каждая комната но стану групповые но индивидуально загуглите павел перец в любом поисковике вам вы вам все там выскочит ладно спасибо удачный у вас очень приятный двор здесь на самом деле но я понимаю но вы-то смотрите все равно сюда а вот смотрите вот у вас та последняя комната которая смотрит в стену там у вас жилая комната сейчас я просто всегда да 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 вот на той на то в той квартире он сохранился этот холодильник пера сдано виде я просто называю вот эти пространства закутки счастья потому что очень часто это боку смотрит прямо в стену понятно ну ладно вам повезло ну хорошо удачи вам спасибо а обратно то мы обратно то мы и не увидим ну что ж пойдем там выйдем на проспект вот так вот нас замуровали демоны суша тут тоже нет арки люди выпустите нас это скорее всего здесь все равно будет необходимая это пипка но вы за может быть здесь мы выйдем наконец посмотрим может нас тут выпустят да здесь нам больше повезло ура свобода 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 попугаем ну то есть на самом деле есть ли ткнуться но мы же с благими целями в этом дворе да мы ничего плохого им не не хотели мы просто показали как они живут ну вот собственно друзья мои дамы мы вот здесь вот с вами и распрощаемся потому что там уже большой проспект надеюсь было крайне интересно хочу сказать давай отойдем тут тетенька что-то вещает хочу сказать в конце что экскурсии сейчас будут проходить пока редко но погода видите не совсем экскурсионная хотя конечно я наметил двадцатых числах одну про блокаду именно в такую погоду и надо проводить ну там не только про блокаду будет там еще про массу других вещей книжки продаются мои да остросоциальный роман корень и путеводитель невский с перцем имеется в наличии но с марта начнется более такая плотная программа и в марте я планирую свершить еще один заезд в москву этот был крайне удачный на самом деле так что следите все ссылки есть вот там внизу на сайт группу контакте на инстаграм даже яндекс дзен я себе завел зачем-то ну пусть будет в общем комментарии увидимся с вами был гид павел перец пока